В стенах администрации Каспийска состоялась 32-я сессия собрания депутатов городского округа город Каспийск 7-го созыва. В ходе встречи депутаты во главе с председателем собрания депутатов Абдуллахидом Джаватовым обсудили актуальные вопросы города. Началось мероприятие с торжественного вручения благодарственной грамоты военному комиссару города Каспийска Марату Пашаеву за продуктивную деятельность и привлечение молодежи к воинской службе. Он ведет правильную беседу с молодежью. Они понимали, что Родине надо служить, Родине надо отдавать честь, жизнь, если надо будет. Мы сами, собственно, премьерам всегда показывали, ребятам премьер проводили. Поэтому большая благодарность от всего депутатского корпуса, от администрации вам за тот труд, который вы вкладываете здесь в деле воспитания патриотического духа молодежи и горожан. Кроме того, были подняты следующие темы. Бюджет городского округа город Каспийск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. С докладом по данному вопросу выступил руководитель финансового управления город Каспийск Джанбула Джабраилов. Он рассказал о планах на следующий год. Выносится на рассмотрение проект о бюджете на 2024, 2025 и 2026 годах. Общий объем доходов городского округа Каспийск с учетом межбюджетных трансфертов, доведенных Министерством финансов Республики Дагестан на плановый 2024 год составит 2,968,261,000 рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа Каспийск на 2024 год равен 2,965,000 рублей. Масса вопросов подтверждения структуры собрания депутатов городского округа в новой редакции. Заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева рассказала о планах введения одной единицы ведущего специалиста. Дельное численность сотрудников аппарата собрания депутатов городского округа город Каспийск не превышает нормативных требований, указанных выше правовых актов. По данному проекту решения собрания депутатов получено положительное заключение в прокуратуре города Каспийска. Также было озвучено признать утратившим силу структуру собрания депутатов муниципалитета, утвержденную в 2022 году. Немаловажным вопросом для обсуждения в ходе заседания встал вопрос об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2024 год. До ковидного периода по указу главы Республики Дагестан Сергея Меликова налоговая ставка составляла 1,1%, а в 2020 году ставка была понижена до 1%. На сегодняшний день администрация выходит с инициативой повысить ставку в отношении объектов, определяемых со статьей 378.2 Налогового кодекса, до 1,5%. Наверное, для начала нужно просить разъяснить, что за статья. 378.2 статья Налогового кодекса определяет налоговую базу исчислений и уплаты налогового отношения отдельных объектов недвижимого имущества. Председатель собрания депутатов города Каспийска Абдува Хиджаватов единогласно совместно с депутатами не поддержали предложение об увеличении налоговой ставки. А также обсудили внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Каспийска, отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии за 2022 год и многое другое. В завершении заседания членов собрания депутатов городского округа наградили благодарностями за активную общественную, политическую, благотворительную деятельность в развитии местного самоуправления.